Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки наши войска отбили 29 вражеских атак. Произошло 29 боевых столкновений. Атакующие действия противник предпринимает в основном на Купинском и Лиманском направлениях, а также в Марьинке и Авдеевке, а в Марьинском и Авдеевском направлениях. На остальных инициатива на сегодняшний день переходит на нашу сторону. Мы начинаем проводить контрнаступательные действия на отдельных участках траектории. Это еще не контрнаступление, не спешите. Это скорее больше похоже на разведку боя вдоль, практически вдоль половины линии фронта. Итак, по оперативным направлениям. Волынское и Полесское направления. Здесь оперативная обстановка без существенных изменений. Все стабильно, мы усиливаем границу. Наблюдаем за белорусской стороной, за противником. При этом активных действий ни с нашей, ни со стороны противника не предпринимается. На Северском и Слобожанском направлениях. Здесь за минувшие сутки довольно много событий произошло. Во-первых, противник предпринял попытку проникновения диверсионно-разведительной группы через государственную границу Украины на нашу территорию. Попытка была осуществлена в районе населенного пункта «Зеленая» Харьковской области. Противник был своевременно обнаружен. И огнем наших пограничников и сил территориальной обороны ДРГ противника ориентировалась на свою территорию. Также наносились авиационные и ракетные удары по Харьковской области. Совершены минометные и артиллерийские обстрелы Черниговской и Сумской областей. Но зафиксирована работа подразделений русского добровольческого корпуса. Территория, которую они контролируют, то есть серая зона. Мы считаем это серой зоной, но тем не менее она находится под контролем бойцов РДК и бойцов Легиона Свобода России. Она достигла уже 10 квадратных километров. Боевая активность происходит довольно на большом фронте. Больше 100 километров линия фронта, где происходит боевая активность, боевые столкновения. Сейчас происходит новая тавельжанка, добавилась сюда. И по некоторым данным русский добровольческий корпус зашел в пригород Шебекино. Опубликованы несколько видео с боевыми столкновениями, с боевыми действиями. И по заявлению командования РДК, они опубликовали видео боев в Белгородской области. По их словам, вражеская техника скрывается в лесопосадках. Они показали и Легион Свобода России, и РДК призывает российскую армию сдаваться. И переходить на их сторону. Как это будет выглядеть, посмотрим. Но, в принципе, такая тенденция есть. Я, кстати, должен отметить, что после вчерашнего объявления появилась большая активность. Где, как записаться в Русский добровольческий корпус. Где, как записаться в Легион Свобода России. Так что, я так понял, что и в Российской Федерации есть много неравнодушных людей. Для того, чтобы освободить Россию от путинского режима. Так что, кто ищет, тот всегда найдет. Ищите пути и способы, записывайтесь. Но, скажу так, что теперь это еще одна горячая точка. А для Российской Федерации это горячий, это второй фронт. Также на Слобожанском и Северском направления продолжаются взаимные обстрелы вооруженных сил Украины с вооруженными силами Рашистской Федерации вдоль государственной границы Украины и России. Там мы начинаем вести активную деятельность в плане подавления огневых средств противника. Купенское направление. Здесь в течение суток, которые прошли, противник вел наступательные действия вблизи Новоселовского Луганской области. Успеха не имел. Все атаки противника отбиты. Но, тем не менее, они продолжают атаковать наши позиции. Также бои продолжаются в районе Масютовки. Тоже безуспешно. Наши бойцы держат фронт и отбивают все атаки. Но появилось сообщение на Москве в ресурсах информационных пабликах о том, что вдруг начались бои в районе Новомлиновска. И что туда якобы зашли вооруженные силы Украины и в районе этого населенного пункта идут ожесточенные бои. На данный момент я проверил. Информации от Генерального штаба ОСУ нет. Ждем. Если будет подтверждение, значит мы уже находимся в районе этого населенного пункта. Я напомню, что вчера 92-я бригада на плечах отступающего противника продвинулась на 400 метров в глубину обороны. Заняла новые позиции, сейчас укрепляется на этих позициях. Вполне возможно. Видите, мы уже дошли до такого мастерства, что мы умеем поймать момент, когда атакующий противник остановлен, несет потери и начинает откатываться, отходить назад. Вот в этот момент мы можем предпринять контратаку и на плечах отступающего противника, есть такой военный термин, продвинуться, выбить его из его же исходных позиций. Лиманское направление. Здесь в течение минувших суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. В остальном на Лиманском направлении были позиционные бои и артиллерийские дуэли. Бахмутское направление остается в активном списке боевых действий. На севере от Бахмута наши войска возобновили продвижение, возобновили контрнаступательные действия, продолжая создавать угрозу полуокружения самого Бахмута. Здесь очень интересная складывается ситуация. С юга противник пытается, враг пытается наступать в направлении Ивановское, но безуспешно. Успеха не имеет, несет большие потери в личном составе. Наша артиллерия в основном отсекает там очень хорошо вражеские волны, но тем не менее они упорно продолжают ложить своих людей. А вот с севера, наоборот, наши войска перешли к контрнаступательным действиям и продвигаются вглубь обороны противника. Причем довольно широким фронтом есть продвижение. Об этом говорят очень многие факторы. Мы чуть ниже поговорим и о населенном пункте, который они оставили, и о том, каково состояние сейчас российских войск в этом районе, то есть севернее Бахмута. В самом Бахмуте боевая активность немного снижена, идут позиционные бои. После нашего успешного продвижения на юго-западе Бахмута мы укрепляем свои позиции и ведем огневое воздействие на противника с помощью нашей артиллерии с господствующих высот. Далее Ардеевское направление. Здесь противник наступательных действий не производил. Кстати, после того, что я вам рассказал, как наша артиллерия поработала над наступающими силами противника, здесь, видимо, опять ушли на перегруппировку российские войска и активных боевых действий не предпринимают. Здесь авиацию противник применяет и идут артиллерийские дуэли. То есть, перешли к дистанционным методам огневого воздействия. Марьинское направление. Вот здесь продолжаются атаки. Кстати, в Марьинку, да, есть подтверждение. Зашел батальон «Ахмат», «Кадыровцы», так называемые. И уже есть первые результаты. Они попали под очень мощный наш артиллерийский налет огневой. И, как шутят наши военные, их немного потренировали в беге на короткие дистанции. То есть, атака была обращена в бегство. И с потерями в личном составе и бронетехнике бойцы этого батальона «Ахмат» отступили от наших позиций. Вернулись на исходные позиции. Вот это происходит в Марьинке. Но я скажу так, что там продолжаются еще бои в районе Каменки, Водянова, Первомайского. Тоже пытается противник наступать, но безуспешно. Линия фронта движется, но только в направлении наступления наших войск. Нигде мы не оставили или не сдали ни одной позиции, не уступили ни одной позиции, ни одного населенного пункта. Шахтерское направление. Здесь обстрелы, артиллерийские дуэли. И вот южнее Углидара, в сторону Запорожья, в сторону направления Каховского водохранилища, то есть Запорожское оперативное направление, начало активизироваться. Если брать за основу на данный момент, к сожалению, от Генерального штаба информации пока нету, мы ждем, что нам скажет наш Генеральный штаб. Но, допустим, Институт изучения войны говорит о том, что на Запорожском направлении, на пяти участках Вооруженной силы Украины приступили к контрнаступательным действиям на довольно широком фронте. Например, от Леватного до Нескучного. Так говорят аналитики Института изучения, Американского института изучения войны. Но я бы немножко вернулся на землю в том плане, что не надо путать, еще раз повторюсь, на мой взгляд, это не контрнаступление, не масштабное контрнаступление, которого мы ждем. Это больше походит на разведку боем. Мы сейчас, я так понимаю, наш Генеральный штаб проверяет готовность и способность линии обороны противника к оборонительной операции. Поэтому такой широкий фронт, поэтому пять участков, и поэтому начались контрнаступательные действия. Это еще не контрнаступление. Ну и остается у нас Херсонское направление. Здесь противник обороняется. Река Днепр выступает, вы знаете прекрасно, что выступает здесь преградой, естественной преградой. Но, тем не менее, авиационные удары и артиллерийские дуэли, несмотря на реку, идут с обоих сторон. Противник применяет авиацию. В основном это вот эти планирующие авиационные бомбы наносят удары. Причем по Донецкой, Запорожской и Херсонской областях наносил авиационные удары за прошедшие сутки. Также совершал артиллерийские обстрелы населенных пунктов Донецкой, Запорожской и Херсонской области и сам город Херсон. Ну вот, например, Никополь за прошедшие сутки дважды подвергался артиллерийскому обстрелу со стороны рашистских войск. Вот такая вот ситуация. Как вывод, в общем, по всей линии фронта можно сделать следующее, что за последние сутки существенных изменений на линии фронта не зафиксировано. Продолжаются бои в Белгородской области силами российского добровольческого корпуса и легиона «Свобода Россия». Также продолжают, они продолжают еще рейды вдоль государственной границы Украино-Российской, по российской территории. Они продвигаются и на юг, и на север, пытаются там прощупывать почву, как чувствует себя регулярная армия Рашистской Федерации. Самыми горячими участками фронта на сегодняшний день являются Авдеевский и Запорожский. Видите, все-таки по выводам аналитиков команды «Гипстейт» на Авдеевском и Запорожском оперативных направлениях, самая высокая боевая активность за прошедшие сутки. Далее, авиация Силы обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 15 авиационных ударов по районам сосредоточения личного состава и техники врага. Нашим защитниками было уничтожено 6 вражеских разведывательных беспилотников оперативно-тактического уровня. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 пункта управления войсками различного уровня, 2 района сосредоточения вооружения и военной техники противника, 4 склада боеприпасов, 2 зенитно-ракетных комплекса и 4 станции радиоэлектронной борьбы расистов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok